Новые правила ОСАГО вступили в силу в России с 1 октября. Распоряжение Центробанка включает 4 основных новшества, которые касаются прав и обязанностей автовладельцев. Одно из них упрощает процедуру регистрации ДТП. Теперь нет необходимости уведомлять об аварии страховую компанию, собирать данные очевидцев и завещения о дорожно-транспортном происшествии нового образца не включает пункт с информацией об очевидцах. Кроме того, чтобы получить результаты экспертизы от страховой компании, теперь не нужно писать заявление. Для этого достаточно связаться с ней через электронную почту, офис или личный кабинет на сайте или в приложении. Еще одно нововведение касается порядка уведомления страховщика о смене госномера. Теперь эти сведения будут поступать к нему автоматически через соответствующие базы данных. Но есть оговорка. Компания должна подтвердить получение информации о смене номера машины. Если же уведомление не пришло в течение трех дней, надо все же передать данные самостоятельно. Последние изменения связаны с необходимостью передавать страховщику информацию о смене собственника. Если раньше это было добровольной процедурой, то теперь стало обязательной. На это отводится 10 дней. За нарушение предусмотрен штраф – полторы тысячи рублей. Исключением являются ситуации, при которой договор ОСАГО не был расторгнут досрочно. При этом досрочное расторжение договора ОСАГО и возврат остатка денег за него в ситуации, когда машина тотально повреждена в аварии и не подлежит восстановлению, теперь можно сделать только при наличии подтверждающего этого факта документа. В общем, давайте разбираться в этих нововведениях подробнее при помощи специалиста. Елена Киселева у нас в студии, директор Хабаровского филиала Федеральной страховой компании. Доброе утро. Для чего и почему вот эти нововведения у нас ввели? Потому что говорят, что это упростит жизнь и ГИБДД, и упростит жизнь водителя. Так ли это на самом деле? Пока звучит, конечно, сложновато. Нет, безусловно, все нововведения должны призваны упростить жизнь наших граждан, поэтому любые изменения в законодательстве, они, конечно, упростят процедуру работы со страховыми компаниями для наших граждан. Давайте поговорим отдельно о каких-то моментах, которые нас интересуют больше других. Ну, а по поводу размера выплат, никаких изменений здесь не будет? Все изменения в размере выплат уже прошли, были изменены справочники Центробанка, это произошло еще 19 июня, поэтому все изменения в возможных выплатах страхового возмещения уже реализованы. С 1 октября в этом случае порядок выплат не меняется. Уже к этому готовы были. Вот произошло у нас ДТП, его надо зарегистрировать. Какие здесь нововведения? Что у нас касается очевидцев, что у нас касается уведомления страховой компании? Ранее в законодательстве было прописано о том, что потерпевший должен собрать на месте все сведения с очевидцев, свидетелей ДТП, зафиксировать все в извещении и представить страховой компании. Теперь этот пункт исключен, это не нужно делать, но при этом страховщики рекомендуют, если все-таки вы хотите отдельно собрать эти сведения, представить страховщику дополнительно, они точно не будут лишними. Мало того, что они могут уточнить какие-то моменты, да, потому что мы делаем выплаты на основании заявленных повреждений, поэтому это в принципе не будет лишним, но теперь это не является обязательным. А вот какие ошибки могут привести к тому, что человек выплату, на которую он рассчитывает, не получит? На что обратить внимание при оформлении? Ну, при оформлении очень важно, наверное, делать собственные фотографии. Мы сегодня об этом говорим, видео, фотографии. В принципе, необходимо, когда происходит осмотр автомобиля, как правило, это либо на пост ГИБДД приезжают сами двое участников, либо они в Европротоколе заполняют самостоятельно, необходимо указать все, что повреждено, потому что если что-то мы не заметили или участник на посту ГИБДД, вернее... Забудет указать? Да, забудет указать, то, к сожалению, будет трудно доказать, что это повреждило и имело место именно в этом ДТП. Поэтому, ну, наверное, просто консультация о том, чтобы быть внимательным при оформлении. И еще у страховщиков есть достаточно сегодня сервисов, которые помогают оформлять нашим клиентам ДТП прямо на дороге. Это сервисы «Аварийный комиссар». Не каждая страховая компания сегодня работает с такими сервисами. Эта опция обсуждается дополнительно при заключении договора страхования. И страховщик в этом случае практически дает полномочия аварийному комиссару работать с нашим клиентом. Если таких полномочий мы не дали, то все те, кто оказываются в момент ДТП вокруг нашего клиента, к сожалению, это не правомочные лица представлять интересы ни страховщика, ни нашего клиента. Ну, оно и понятно. Вы знаете, потому что во время аварии ты теряешься, для тебя это шок, безусловно, и поэтому, конечно, в каких-то моментах можно забыть. Но вот у страховщика, у него сколько есть времени на проведение экспертизы, осмотра и вот всех этих нюансов выяснения? В какой период нужно уложиться? Давайте про периоды. Действительно, у страховщика есть пять дней для проведения осмотра транспортного средства, что, собственно, как только мы узнаем о наличии такого ДТП, мы в течение пятидневного срока организовываем осмотр. И далее мы в течение 20 дней должны сделать выплату страхового возмещения при условии, что нам предоставлен весь полный пакет документов. Если что-то из пакета документов, например, реквизиты, или какой-то документ, который необходим для осуществления страховой выплаты, не представлен, то сроки могут увеличиться, поэтому мы принимаем документы полным комплектом, чтобы соблюдать законодательные сроки. А как страховщик должен быть уведомлен о том, что авария произошла? Потому что кто должен это сделать в первую очередь? Если есть буквально пять дней, но аварию мы зафиксировали, как вот здесь не прогадать по срокам? Если это электронные сервисы, при оформлении европротокола в электронном виде нет необходимости уведомлять страховой компании. Извещение ДТП отправляется автоматически. Вот это одно из нововведений, когда это происходит. Но если вы не пользуетесь приложениями, если вы не делаете это в электронном виде, тогда у вас остается все та же обязанность обратиться в страховую компанию, записаться на удобный для себя день, и в общем-то в течение достаточно короткого времени поработать с страховщиком и получить выплату из страхового возмещения. Звучит, как будто все правду удобнее сделали. Все для нас. Еще бывают случаи. Поменял автовладелец госномер. В каких случаях можно не уведомлять страховщика? Да, все верно. Раньше, если вы помните, была опция, когда в течение трех дней при смене госномера наш страхователь обязан был уведомить страховую компанию о получении нового госномера. Сейчас это условие остается, но есть исключения. За исключением тех случаев, когда страховщик самостоятельно получает из автоматизированной системы информацию о смене номера. Но в этом случае страховщик должен уведомить нашего клиента о том, что мы самостоятельно получили такие сведения. В каком случае это произойдет? Безусловно, если вы это делаете в электронном виде, то есть вы пользуетесь различными электронными опциями и самостоятельно оформляете такой электронный договор, то в этом случае действительно интегрированные сервисы и автоматизированные системы страховщиков подтягиваются данные из ГИБДД. Если вы это делаете не самостоятельно, не через личные кабинеты, а все-таки через офисы страховых компаний, через страховых агентов, которые, в принципе, уполномочены совершать подобные заключения договоров страхования, в этом случае необходимо все-таки обратиться в страховую компанию для уведомления о том, какой госномер сейчас присвоен. Поэтому, в принципе, это, с одной стороны, действительно упрощает процедуру, с другой стороны, пока еще не все сервисы интегрированы. То есть это, наверное, вопрос о ближайшем будущем. То есть наступит момент, когда действительно практически все будет интегрировано, автоматизировано. Мы сейчас всего лишь идем поэтапно, отрабатывая одну за другой опцией. Но, мне кажется, такое будущее не за горами. Елена Викторовна, еще есть один вопрос по поводу собственника. Если он меняется, как здесь необходимо действовать? Это право или обязанность? Можно ли вернуть остаток денег за страховку прежнему владельцу? Да, это очень интересный вопрос. Его часто задают. Но давайте представим, что у нас есть собственник, и тот, кто страхователь, он же собственник, значит, он, например, продает свой автомобиль. Если он продает автомобиль, существует два способа, как он это делает. Первый способ. Иванов продал Петрова, при этом новый собственник теперь Петров. Иванов может подарить, условно, эту страховку Петрову. При этом, если Петров становится собственником, то оба участника должны оказаться в страховой компании, и Иванов, как страхователь, должен внести изменения в действующий договор, где будет указан новый собственник Петров. В этом случае, да, мы внесли изменения в договор. Наш бывший собственник оказался, у нас в страховой компании внес изменения. Новый собственник является законным участником теперь договорных отношений. Но при этом может быть и другое развитие ситуации, когда предыдущий собственник Иванов при продаже автомобиля скажет, вы знаете, нет, я хотел бы вернуть остаток неиспользованных средств себе. Теперь ты новый собственник, пожалуйста, заключи новый договор страхования. Так, я думаю, чаще всего и происходит. То есть тогда, в этом случае, наш предыдущий собственник Иванов обращается в страховую компанию, пишет заявление о досрочном расторжении договора в связи со сменой собственника. Мы, соответственно, возвращаем остаток неиспользованных денежных средств. Но при этом у второго участника, у так называемого Петрова, появляется основание заключить новый договор страхования, где он будет и страхователем, и собственником. Давайте еще вопрос успеем быстренько задать. Вот если произошло ДТП, автомобиль после этого ДТП не подлежит восстановлению, какие мы предоставляем документы, что все, машина уже ездить не будет? Ну, в принципе, здесь, наверное, только основные изменения касаются следующего. Если автомобиль попал под тотальную гибель и уже не подлежит восстановлению, чаще всего просто информировали страховую компанию о том, что, ну вот, факт произошел, мы расторгали договор и, в общем-то, возвращали остаток неиспользованных денежных средств по договору. Теперь для того, чтобы это сделать, нам необходимо два документа. Первое – это документ о том, что транспортное средство снято с учета, и еще один документ о том, что оно утилизировано. Как только оба документа оказываются у нас, мы производим расторжение транспортного средства и возвращаем остаток неиспользованных денежных средств по договору. Елена Викторовна, так вы все спокойно, с улыбкой нам разъяснили. А у нас там извилины такие так-так-так-так. Спасибо вам большое, что вы нашли время и возможность нам прийти этим утром и все нам рассказать. Спасибо большое. Спасибо, вам хорошего дня. Взаимно. У нас в гостях была Елена Киселева, директор Хабаровского филиала федеральной страховой компании.